Приветствую! Какой будет мобилизация в Украине и выезд мужчин из Украины с 1 апреля 2024 года? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Итак, во-первых, стоит сказать, что с 1 апреля 2024 года не вступает в силу никакая новая редакция закона о мобилизации, закона ОВО и ВС, постановы 1487, а также правил воинского учета. То есть формально-юридически с 1 апреля ни правила мобилизации, ни правила выезда мужчин из Украины не изменятся. Но на что нам следует обратить внимание? Естественно, в первую очередь это законопроект 10449. Как мы с вами знаем, уже депутаты обработали все правки, которые были внесены, и готовится на рассмотрение, соответственно, уже сводная вот эта сравнительная таблица. Когда она появится? Ну, скорее всего, в какие-то ближайшие числа апреля. И мы понимаем, что в принципе уже в апреле законопроект 10449 может стать законом. При этом, как мы с вами помним, в прокинцевых и парохидных положениях этого законопроекта указано, что он вступает в силу спустя месяц после того, как его оприлюднили. То есть, даже если его принимают в апреле, в силу он вступит только лишь в мае месяце. Как это может повлиять на мобилизацию в апреле месяце? Я думаю, что если этот закон будет принят в апреле, то с того момента, как его проголосует Верховная Рада, ТЦК и СП перестанут давать отсрочки тем людям, которые, соответственно, не имеют права на отсрочку уже по новому законопроекту. По новому закону, да, на тот момент это уже будет законом. При этом я здесь не буду останавливаться на тех вопросах, у кого будет отсрочка, а у кого не будет отсрочки по законопроекту 10449. Сейчас объясню почему. Да, в принципе, те из вас, кто подписаны на мой телеграм-канал, уже об этом знают. Потому что все, что у нас на сегодняшний день есть, это заявление разных депутатов о том, что они видели в этом законопроекте, да, что утвердил комитет. И именно мои подписчики мне указали, что смотри, Олег, вот есть депутат такой-то, он написал это, и ты опубликовал. А вот есть другой депутат, который в своем фейсбуке написал прямо противоположное. То есть я к чему веду? К тому, что у нас нет на сегодняшний день достоверной информации о том, каким будет законопроект 10449 в том виде, в котором его вынесут на голосование. То есть мы не знаем еще этого. Вот разные депутаты дают разную нам информацию, которая зачастую вообще взаимоисключающая. Поэтому, друзья, как только появится сравнительная таблица, я обязательно сразу же сделаю видео. А пока, пока я порекомендую следующее. Моя рекомендация будет касаться в первую очередь тех людей, которые имеют документы для получения отсрочки по абзацу 10 статьи 23 закона о мобилизации. Этот абзац предполагает отсрочку, если ваши родители нуждаются в уходе. И, как мы с вами знаем, раньше для получения отсрочки по этому абзацу достаточно было справки, заключения ЛКК о том, что ваш папа либо ваша мама нуждаются в постоянном уходе. Ну, плюс мы там давали свидетельство о рождении, паспорта, и этого было достаточно. Вот теперь я могу вам сказать уже однозначно, что практика изменилась в этой части, и абсолютное большинство ТЦК и ЕСП отказывают в отсрочке на основании таких документов. А что они хотят? Они хотят, чтобы помимо того, что было заключение ЛКК о том, что ваши родители нуждаются в уходе, ну, один из родителей, нужно еще и документ, подтверждающий, что именно вы осуществляете этот уход. Да, вот такая интересная ситуация. Выехать ты можешь просто ЛКК плюс свидетельство о рождении, а для того, чтобы получить отсрочку, нужно еще доказать, что ты осуществляешь уход. Как это можно доказать? Обратиться в управление соцзащиты и получить от них акт. Это может быть любой акт, как акт обстеживания семьи, а потом акт обстеживания умов проживания, он еще может называться, так и акт встановления факту с действиями догляду. Да, тот самый акт, который предусмотрен правилами пересечения для выезда в качестве сопровождающего. Но ТЦК и ЕСП принимают этот документ как документ, подтверждающий, что именно вы осуществляете уход. Поэтому вот этими документами, одним из этих документов, я бы рекомендовал запастись всех, кто имеет отсрочку по абзацу 10. И напомню, что тем людям, которые имеют отсрочку по абзацу 11, если у вас мама или папа имеют инвалидность первой, второй группы, то я бы тоже в этой ситуации рекомендовал бы вам дополнительно приложить усилия и, если это возможно, то получить и заключение ЛКК, и акт, который подтвердит, что именно вы осуществляете уход за вашими родителями. По вопросу отсрочки у меня все. Теперь переходим к вопросу выезда из Украины. Как я уже сказал, правила пересечения государственной границы с 1 апреля не изменятся. То есть пока никакой новой редакции нет. И они работают по сути, по-старому, с некоторыми особенностями, скажем так. Во-первых, по поводу отсрочки. На сегодняшний день, чтобы выехать, отсрочка не нужна. Абсолютно нормально люди выезжают без отсрочки. Да, случаются ситуации, где вот ТЦК и ЭСП может упереться. И да, я и говорю ТЦК и ЭСП, потому что на границе вы встретитесь еще и с ними. И вот они могут упереться и сказать, мы тебя вот не пускаем и все. Вот просто не пускаем без отсрочки. Решается этот вопрос просто. Вы едете на другой пункт пропуска, попадаете на тех людей, которые, скажем так, более приверженцы закона и выполняют правила пересечения. И они вас пропустят. Далее. Оберих. Вот сейчас стал вопрос с оберихом. Нужен ли оберих для того, чтобы выехать? Должен ли человек быть в оберихе, чтобы выехать? Нет, не должен. Ни один нормативно-правовой акт не требует того, чтобы человек был в оберихе для того, чтобы он выехал из Украины. Но, как всегда, законодательство это одно, практика это совсем другое. Что на практике? На практике, если вы сопровождающий, если вы имеете инвалидность и так далее, вот не связано, если ваше основание для выезда из Украины не связано с вашим статусом как военно обязанного, да, то есть, либо не военно обязанного. То есть, если вы выезжаете не на том основании, что вы непригодны к воинской службе, с исключением с учета, либо без исключения, либо временно непригодны, вас в оберихе быть однозначно не должно и никаких трудностей вам не доставят. То есть, все сопровождающие, все люди с инвалидностью могут выезжать и не думать о том, что их нет в оберихе. Те люди, которые выезжают по белому билету, да, так называемому, либо просто по темчасовиной придатности, у вас чуть сложнее. Потому что все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда человеку отказывают только лишь на том основании, что его нет в оберихе. Хотя это не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом. Но, как мы с вами знаем, законы, они же не обязательны, не для всех обязательны к исполнению, к сожалению. Так вот, что это значит? Значит ли это, что вам нужно обязательно идти в ТЦК и ЕСП, чтобы вас внесли в оберих, дали так называемый ВИН-код и чтобы вы могли спокойно выехать? В принципе, если у вас есть время, то да, вы можете это сделать. Если у вас нет на это времени, если вы хотите выехать как можно скорее, то езжайте, езжайте. Но вы должны быть, во-первых, психологически готовы к тому, что вам могут отказать. И второе, у вас должен быть план Б. План Б заключается в следующем. В ответе на вопрос, а куда я поеду, если мне откажут? Куда я поеду, имеется в виду, что где я там переночую, например, и на какой следующий пункт пропуска, и как я буду добираться. То есть это лучше продумать заранее, чтобы вы четко понимали свой маршрут. И в принципе, на сегодняшний день имею следующую практику. Все люди, которые выезжали по белому билету, им отказали в связи с тем, что их не было в Абериге. Все 100% выехали со второй попытки. То есть просто поехали на другой пункт пропуска и выехали. Ну и конечно хочу сказать о том, как принятие законопроекта 10449 может повлиять на выезд. Как мы с вами знаем, там новые правила выезда предусмотрены этим законопроектом. Там изменения в законодательство предусмотрены. И у меня есть огромное опасение, что с момента принятия этого законопроекта, как только за него проголосуют депутаты, ДПСУ максимально быстро может на это отреагировать. И я очень боюсь, что еще до вступления в силу этого закона Его на границе могут начать использовать. Поэтому если вы планируете выехать из Украины И вы видите, что Верховная Рада сообщила о том, Что вот через неделю этот законопроект будет голосование за него, Я бы рекомендовал вам выехать до этого. Даже если вы там не закончили все свои дела, Потому что вы иначе можете остаться в Украине на неопределенный срок. Потому что правила, скорее всего, будут изменены. И мы с вами знаем, что пограничники могут реагировать на такие вещи До того, как вообще какой-то закон вступит в силу. Вы вспомните перед Новым Годом ситуацию с отсрочкой. Когда вот просто так, по щелчку, без предупреждения, без ничего, Оп! И начали требовать отсрочку. Поэтому учитывайте, пожалуйста, этот момент. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, Ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Название его вы видите на экране. Ну и традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.